КОНЕЦ 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 Почувствующим акваристам варто zwrócić увагу на тенгатунель, потому что пелегнические краснопрэнги с рыбками невымагающими и вытшималыми. Влажно, поэтому с досконалым кандидатом для почувствующих акваристов. Пелегнические краснопрэнги належат до родины пелегницоватых, поэтому аквариум могут быть держаны в парах или харенах в пропорции на одного самца или четыре самички. На одну рыбку потребуется от 5 л, поэтому акварium для одной пары должен быть выше 50 л, а в случае в большей группе от 100 л. Самцы дорастают до 5-6 см, самички до 4-5 см, плотность осягаем в веку 6-8 месяцев, живем до 6-8 лет. Пелегнические краснопрэнги належат до карловатых пелегниц. Маем желто-шары, овальные, легко обрезбеценные, бочно сплошенные тела. Уборвение изменное, в зависимости от походения и стану эмоционального. Глова с дужными и выдатными вольгами. Глова с дужной линии бочной до насады огона втягивает темная прэнга с темным пламом у насады огона. От насады плетв взрослых до плетвы огоновой втягивает червона прэнга. Плетвы персиовые, шребристо-желтые и выдвуженные. Плетва огонова-желтая. Разровнение плечи и сладкое. Солнце сон меньше, яскравее и уборгонное. Глова и вшедняя часть тела желтая. В моем червоном, люб темном прэнге втягивает насады плетвы от бытовой. Плетвы из бытовой и от бытовой выглуженные и заостренные. Самички, на то мясо, мнейшие в моем желтое тело. Темная прэнга дыгнутая вдву с телом, более выраженная. Плетвы из бытовой и от бытовой лучше и заостренные. Плетнишки красного прэнга пропируем аквариат с герстом рослинностью, коренями, личными крючками и спешистым подложем. Тильная и бочная части аквариум должен быть герстом в садуной рослинностью. Но в предней части должны находиться личные крючки, корень, маленькие церамические донички, рульки PCP, гроты с логовыми крючками, потому что рыбки любят скискаться в различные щелины, где ее отпочивали. Свято должно быть разрушено, потому что рыбки не любят ясного света. Похвариум потребна фильтрация аэрация воды с тигниевым подменом до 20-25%. Оптимальные параметры воды температура 23-27, PH от 5,5 до 7, ГХ от 1 до 7. В натуральном средовиску пелегнический проснокопрэнгер отживаются невеликими безкрэнговцами, ларвами, зоопланктоном и глонами. Кармиц рыбок можно живым дробным охотком, рудочником, водзенем, очником и артемем. Рыбок можно кармить живыми, такими разженными и сухими покармами, но лучше тримать покармы живых или разженных. Рыбок нужно кармить два-три раза в день, не в малых порциях. Пелегнические краснопрэнги надаются для аквариума товарищеского, хотя в окресе разродчем, как и иные пелегницы очень территориально. Можно тримать их живородками, кирисками, лабиринтовыми, иными карлотовыми пелегницами, скаларами, залогничками, неонами и так далее. Пелегнические не позволяйте тримать с агрессивными и меньшими рыбками, велонками, пелегницами с езер Малави и тангаником. Размножание пелегниц краснопрэнгих не трудно. Пары штучно добрые акваристы не всегда относятся к размножанию. Для этого лучше купить небольшую группу и дать рыбам возможность создания сообщества. Пелегнические краснопрэнгые дольные до тарли в аквариум огольным. Лепший эффект узорсками размножаем в отдельном збиорнику. Збиорник тарлисковый должен иметь повыше 40 литров в случае одной пары и повыше 70 литров в случае харема. До збиорника тарлискового всыпаем пиасок или дробный жвилек. Вкладываем малые церамичные донички превращенные на бок или до гури ногами. Глупины из ореха кокосового, коренья. Вкладываем фильтр напязанным повышем, который заплыв воды, но не засыса на рынок. Вкладываем фильтр с грануловым торфом или добавляем напад шишек так, чтобы вода стала колором ясной хорбаты. Воды приготовим в пропорции 1-2. До каждого литра воды по фильтру обрученной осможенной. Доливаем 2 литры воды за аквариум. Боцем до тарла служит подвышение температуры от 2-3 ст. Paramетры воды достаточно важные и müssen быть stabilны. Оптимальные paramетры воды температуры 28-30, pH 6-1, 6-3, GH от 1-2. Продпланованным тарлом родители через 2 годы в офисе кормим живыми или мроженными покормами. Под конец 2-го дня самец робит яскравший, а самички набирают икры и становятся выраженными грубшими. Варто зазначить, что молодые пары могут съедать зложенную икру. Под тарлом если тарло отбылось в отдельном збернику, приносим самце до иного аквариума, потому что самичка становится очень агрессивной и может выражать крифли. вылез по 3-4 днях, а на рыбак начинает плывать по 4-5 днях. На рыбак дуже, покорм стартовый, артемия. кормить часто около 5-6 раз в день. На рыбак рождь невольно, под конец 2-го месяца около 2-2 см. Очень важно, чтобы покормить на рыбку доступно целый час в маленьких километрах. Вода в аквариуме с рыбкой должна быть чистой, нужны самые дробные подмены. Вода в оближ аквариуме в оближении в аквариуме на рыбке. На это все. Всякие вопросы и комментарии пожалуйста под видео. Кто еще не подписывает канал то поновно захотите до подписки. До видения.